Так, всем привет! Находимся мы в шикарном местечке в Португалии, Ажейнтау. И начинаем с центра города, с кладбища. В центре города Ажейнтау есть кладбище. Что здесь из интересного? Из интересного, что оно действующее, потому что я вижу катафалк. Это неприятно, но здесь кремационные все кладбища, поэтому здесь покойников нету. Здесь есть вот такой скрепик, и в этом скрепике просто лежат прахи определенных семей. То есть одна плита, это семья в 10-20 поколении, и они сюда просто приносят все прахи. Но ощущения такие не самые приятные. Но сегодня приятный солнечный день, и совсем как бы не хочется умирать. Ну, для меня это вот прям вот непонятные вещи. Я так понимаю, что это кремационное кладбище, и вот за моей спиной находятся просто такие могилки. То есть ты арендуешь определенную нишу, открываешь, и там лежат все вещи, начиная с похорон, вещи покойного, которые для него были дороги, и, собственно говоря, урны с прахом. Но прикол еще в следующем, значит, обратите внимание, склеп, я дверь открываю, и в нем лежат гробы с реальными покойными. То есть вот этот склеп принадлежит определенной семье, и если я сейчас посмотрю, ну вот гробы, просто вот гробы, здесь 9 покойников лежит. И это вот так вот под открытым небом, в центре города, можно просто ходить и лицезреть, и мы даже снимаем видео, и все к этому относятся как-то позитивно. Да, очень интересное, короче, ощущение здесь, потому что здесь, например, сейчас покажу, дети пришли в церквушку, у них какой-то религиозный праздник, и здесь, видимо, такой климат, что покойник просто мумифицируется и лежит здесь. Вот, смотрите, куча детей здесь, на кладбище все бегают, и к этому отношения нет такого, что покойник, кто-то умер, это как на образ, ну, как естественное, что. Ребята, кстати, бойскауты, по-моему. Так, это все тот же Ажайтау, и в центре города так часто бывает, что на выходные разворачивается блошиный рынок, и продаются те вещи, которые для кого-то не имеют никакой ценности, а для кого-то являются антикварными. Сейчас мы посмотрим, что же здесь продают, и приценимся, сколько это стоит. Такие прикольные самогонные аппаратики антуражные, и змеяшечки, кстати. Вот что интересно, здесь можно встретить вины, которые стоят 5-10 евро, а где-нибудь в Москве они по 200 евро за бутылочку, или в Риге по 100 евриков, например. Так, чувак предлагает нам ствол впарить, он прячется. Это вообще жесть какая-то. Вытащил ствол и говорит, мужики, могу ствол вам? Да, то есть вот такие стволы, в принципе, они хорошая реплика, я думаю. Стоит 20 евро, но он действующий. Он реально нажимаешь, и он щелкает. А, все вместе 120. А, все вместе 120 евро. Минус здесь можно купить, бомбы купить можно, все здесь есть. Так, ну что, походили мы по Жейтау. На самом деле это деревушка, где крестьяне просто выращивают и занимаются обработкой винограда, и, соответственно, производством вина. Вообще делать здесь нечего. Но здесь что прикольно? Здесь можно покушать деревенской еды, не то, что в Лиссабоне вам предлагают, да, заточенные под туристов, а именно деревенской еды. И попить именно ихнего местного вина. Ну, такие вот приколы. Вот. Все, больше делать нечего. Кладбище, церквушка, но есть две богатые винодельни. На одну из них мы сейчас и отправимся. Кладбище, церквушка, но есть две богатые винодельни.